Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как в Самаре борются с уличной преступностью? Сколько автомобилей украли и сколько нашли и вернули владельцам? Какие методы используют самарские полицейские для борьбы с мошенниками 21 века? В нашей студии Дмитрий Урюпин, начальник управления МВД России по городу Самаре, полковник полиции. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Дмитрий Алексеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо, что пригласили. Добрый вечер. 17 октября не так давно вы вступили в должность начальника управления. Вот для начала просьба. Расскажите о себе ваш, скажем так, путь, ваша карьерная траектория до того момента, как вы возглавили городской УВД. Я родился в Куевшеве, получил среднее образование. Впоследствии отслужил в вооруженных силах. Впоследствии попробовал себя в коммерческой организации. Но все-таки всю жизнь меня влекло правоохранительные деятельности. Я в 1999 году поступил в Ленинские роды в качестве милиционера-водителя строевого подразделения. Впоследствии отучился в ведомственном ВУЗе в Самарском филиале Саратовского юридического института. Впоследствии работал на различных должностях, включая и уже в должностях руководящего состава. Трудился в Ленинском, в Самарском районе, в промышленном районе. Небольшое время был заместительным начальником уголовного розыска города Самара. Впоследствии трудился в Советском на протяжении 9 лет. Закончил в 2014 году Академию управления МВД России. И 18-го числа получил предложение возглавить УВД по городу Самаре. — То есть, по большому счету, вы знаете, скажем так, всю структуру снизу до верху и прошли путь от рядового сотрудника полиции. Тогда это еще была милиция, насколько я понимаю. — Да, до 2011 года я был милиционером, впоследствии прошел аттестацию, и мы стали все полицейскими. — Соответственно, вы знаете все особенности службы, вы знаете, как выстроена эта система, где какие проблемы и так далее, и так далее, и так далее. — Ну, по-хорошему, можно сказать так. — Ну, это на самом деле, вот на мой личный взгляд, очень хорошая карьерная траектория. Почему? Потому что вот начинать, как иногда говорят ваши коллеги, с земли, и работать, и затем возглавить управление, наверное, мое личное оценочное суждение, наверное, это самое правильное. — Ну, к сожалению, нас оценивает руководство и оценивают... — Безусловно, безусловно, да, да, да. Кстати, я сам житель Советского района, и я был период, когда я оценивал в том числе работу вас как руководителя РУВД Советского района. Год подходит к завершению, и я предлагаю поговорить об итогах и начать, наверное, с ситуации с безопасностью на улицах, потому что уличная безопасность — это то, с чем мы соприкасаемся каждый день, и уличная преступность, не дай бог, это то, что может коснуться любого человека так или иначе. Вот какова статистика, что за год произошло и что изменилось? — Ну, к сожалению, скажем так, мы допустили небольшой рост, приблизительно 16% уличной преступности в целом. Но на самом деле это не так страшно, потому что помимо того, на улицах уменьшилось количество краж, возросла эффективность работы нарядов, и мы больше раскрыли уличных преступлений. Пусть эти цифры небольшие, там, на 7,1% по сравнению с прошлым годом, но все же это уже есть какой-то результат. То есть это значит, правильно работает безопасный город программа, это правильная организация и восстановление нарядов, патрулей, грамотная работа командиров, ну и непосредственно самих участников этого процесса. Ну, если с цифрами, так вот, чтобы было понятно, то есть, ну, давайте условные цифры я могу назвать, потому что на 16% это ничего людям не скажет. Это 3000 приблизительно преступлений было за отчетный период зарегистрировано, раскрыто около полутора тысяч данных преступлений. Вот вы сказали, что раскрываемость краж на улицах стала лучше намного. Возросла. Возросла. Это связано вот с эффективностью системы «Безопасный город» и вот более четкой оперативностью работы, то есть по горячим следам, что называется, больше? Да, больше мы стали раскрывать по горячим следам. Ну, оперативность связывается с тем, что, ну, во-первых, сами люди стали чаще обращаться, то есть, общее количество зарегистрированных сообщений в управлении тоже возросло. Это, кстати, хороший сигнал, это очень хороший сигнал. Да, это говорит о доверии граждан правоохранительной системе. Соответственно, чем раньше к нам поступят сообщения, тем мы быстрее отреагируем. В последнее время увеличивается количество камер наружного наблюдения. Они по программе, начиная с 2008 года, заходят в общий цикл и попадают в так называемый «безопасный город». Там зациклены камеры как подъездов, так и улиц и дворов. Это расширяются камеры по обеспечению безопасности дорожного движения. Они тоже входят в общий комплекс. Это все в целом позволяет тем количеством нарядов и патрули достичь результативности. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 202-11-22. Если у вас есть вопросы к руководителю управления МВД России по городу Самаре, звоните. Мы будем рады с вами пообщаться. Дмитрий Алексеевич, вот, кстати, вопрос такой к вам, как к эксперту. Кратко. Как себя сберечь или минимизировать риски? Вот, стать, скажем так, попасть в статистику нехорошую на улице. Вот что нужно делать, чтобы себя сберечь? Основные. Ну, основные правила это, скажем так, все-таки выбирать освещенные участки местности. Не вступать в конфликтные ситуации с гражданами. То есть лучше где-то промолчать и обойти на самом деле? Мне кажется, все-таки для безопасности, если вы видите какую-то конфликтную ситуацию и видите, что она выходит из-под контроля. Ну, мы же сейчас все имеем сотовые телефоны. У нас, в принципе, большое количество установленных кнопок экстренной вызовы полицейских. Ну, все-таки лучше вызвать профессионалов. И они подключатся к своей непосредственной работе. Вы говорили, уже начали говорить о работе патрулей. Вот на сегодняшний день, как выстроена работа патрулей на территории города Самара? Ну, постоянно на территории города находится порядка, наверное, 150 патрулей. Ну, где-то приблизительно около 60 экипажей ГИБДД. 38-40 экипажей патрульно-постовой службы. Также в единой дислокации задействовано в районе 50 групп немедленного реагирования Росгвардии, неведомственной охраны. Также мы в своей работе подключаем работу ДНД. Это постоянно активно ведется работа в данном направлении. Мы увеличиваем. Мы заключаем договора с частыми охранными предприятиями, которые охраняют на территории города свои объекты, с помощью которых мы стараемся обеспечить полный порядок, выстраиваем взаимоотношения с усилительными заведениями, где происходит, скажем, скопление людей, и где коммерческие организации используют частные охранные предприятия, выстраиваем с ними взаимоотношения, обмениваемся телефонами, обмениваемся определенными геопозициями, чтобы быстрее, как можно отреагировать на какие-то правонарушения. Патруль – это люди. Вопрос, который не могу не задать. У вас есть дефицит кадров? Вам сейчас нужны люди? Да, так складывается, что все-таки работа полицейского – это все-таки, скорее всего, призвание. И поэтому не каждый человек способен выдержать ритм нашей службы. Потому что это надо понимать, что когда народ отдыхает, полицейские, как правило, трудятся. Конечно. Вот сейчас новогодние праздники, у вас будет как раз усиление. Поэтому здесь идет большой отбор. Во-первых, здоровье надо. Это определенное… Во-первых, образование нужно. Нужно быть гражданином Российской Федерации. Как минимум иметь среднее образование. Это для патрульной службы, для конвойной службы. Ну, у нас есть льготы, которые позволяют, в принципе, через 20 лет дают право выйти на пенсию. У нас есть… Это большой плюс в сегодняшний день, я вам скажу. Плюс социальная гарантия, медицинское бесплатное обеспечение полное. Отпуск. Отпуск. Что касается отпуска, в принципе, он огромный даже, можно сказать. И с каждым годом службы он только возрастает. Также у нас есть ведомственные санатории, где можно в них бесплатно доехать и там получить медицинские комплексы. И через 10 лет службы есть возможность либо получить компенсацию за жилье, либо можно, естественно, на очереди, числительным нуждающим, получить жилье. Вот если продолжать тему, скажем так, уличной преступности и той преступности, которая, ну, достаточно часто касается граждан, на сегодняшний день, а каков удельный вес, вот по вашей оценке, пьяной преступности, так называемой, то есть ситуации, которые возникают вот из-за этого? Ну, что говорить, саму непосредственно пьяной преступности, ну, ее мы периодически как бы выделяем в особую градацию, потому что, как правило, это преступность спонтанная, да, то есть это в этой преступности не может быть человек какого-то там определенного социума. В этой градации может оказаться любой. То есть она не планируется, это не умысел изначально? Да, она не планируется. Да, мы с определенными гражданами через участковых, полномоченные работаем, потому что, да, есть определенные, скажем, прослойки нашего общества, которые склонны к употреблению, злоупотреблению, да, или превышению употребления алкоголя, да. Мы работаем по местам продаж алкоголя. Мы периодически пытаемся изъять из данного незаконного оборота алкоголя. Ну, например, в этом году мы изъяли около 6 тысяч литров алкоголя, которое не соответствует качеству. Ну, то есть контрафактный по-русски. Контрафактный, да, продукт. Что говорить о количестве, ну, в процентном соотношении по сравнению с прошлым годом, все-таки в этом году преступность пьяная увеличилась на 7,2% где-то в среднем. То есть это все-таки говорит о том, что проблема на самом деле острая. Здесь актуален вопрос работы участковых, потому что вот они на своей земле, на своей территории, конечно, знают вот всех тех людей, которые могут быть склонны, скажем так, граждан из групп риска. Да, это основная, скажем, работа участкового, быть ближе к населению, кстати, выявлять и ставить такие семьи на особый учет с целью последующей их профилактики. Потому что здесь же комплекс, пьющий человек – это не только преступления, это какие-то правонарушения. Это… Домашнее хулиганство банальное. Да, домашнее хулиганство, дебоширство, это неправильное воспитание детей. То есть это большой комплекс. Вот на сегодняшний день, а дефицит участковых есть? Тоже нужный? Тоже есть, да. Для того, чтобы стать участковым, необходимо высшее образование, высшее юридическое образование. То есть это офицерская уже должность? Да, это офицерская должность. И, кстати, это одна из самых основных таких должностей, которые раскрывают полную функцию правоохранительной деятельности. То есть это от написания протоколов, выявления, раскрытия преступлений. То есть это большой класт, контроль за оборотом оружия, это работа с населением впрямую. То есть на самом деле это очень ценный человек, и это, по большому счету, мастер на все руки получается. Да, да. То есть если брать, ну так вот профессионально раскидать, кто какими инструментами пользуется, то участковые, наверное, больше всех. То есть он пользуется и административным кодексом, он пользуется и семейным кодексом, он пользуется и уголовным кодексом. Вот если продолжать вот эту цепочку от пьяной преступности, перейдем давайте к наркотикам. Хорошего вопроса. Прошу прощения, мне подсказывают, что есть звонок в студию. Дмитрий Алексеевич, давайте пообщаемся со зрителем, потому что зритель это святое. Затем продолжим тему, как раз тему наркотиков. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, а мы вас слушаем. Меня зовут Мария. Я бы вот хотела по инфраструктуре задать вопрос. Как можно было бы ответить на лестнице приема? Здравствуйте. Мария, ну у меня ближайший прием будет 23 числа в этом году, скажем так. Это сделать вообще легко. Можно либо обратиться на сайт ОВД, это Самара 63 МВД РФ, либо позвонить по телефону 373-76-00. 373-76-00. Мария, спасибо. Ответили, надеюсь, на вас вопрос. Итак, вот продолжая разговор на наркотике, как ведется борьба, ну, наверное, в первую очередь с закладчиками, потому что это вот, как я понимаю, важнейший этап, важнейшая часть цепочки. Ну, в последнее время данный вид преступления, к сожалению, то есть уходит в интернет-пространство. И поэтому борьба с ним становится более, так скажем, осложненная, да. Дело в том, что мы ушли от прямых передачи контактов, да, распространителей наркотиков, так перешли, как вы правильно сказали, на закладчиков. Все это формируется через определенные мессенджеры с определенными инструкциями, да, и распределение по уже местам, скажем так, мест закладок. Ну, во-первых, в этом направлении периодически проводятся различные мероприятия, так как сообщи, где торгуют смертью, где население активно принимает участие, потому что борьба с этим злом не может ложиться только на одно МВД. С этим злом должны бороться все, начиная от граждан. Видите, что у нас, ну, какое-то поведение человека нестандартное. Вот я тогда так, вот практический пример. Вот я, например, там, люблю заниматься физкультурой там в парках. То есть, если я вижу, что человек как-то очень подозрительно регулярно копошится в кустах, то вот по-хорошему нужно позвонить и сказать, товарищи, проверьте, вот что-то... Не стесняйтесь вообще. Лучше ошибиться. Да, лучше ошибиться. Мы лишний раз перепроверим. Тем более, почти во всех парках у нас, за исключением, вот сейчас вот парк молодежный восстанавливается, пока вот в этом направлении там еще не совсем до конца организована служба, то во всех парках у нас имеются патрули. Возьмем парк Победа патрули, парк Гагарина есть патруль, набережная полностью находится под контролем патрулей. Вам только нужно сделать звонок, и мы отреагируем. И четко объяснить, что происходит. Да, что происходит, да. То есть, ничего страшного, но мы, если обратим внимание на добропорядочного гражданина, мы просто извинимся перед ним. Это нормально, и это хорошо. То есть, на самом деле, вот здесь вот этот момент самый важный, это все-таки вот обратная связь с людьми. Да, и это, кстати, не только касается телефонных звонков. У нас также работает, опять же, возвращаясь к службе участковых, можно обратиться к своему участковому, либо по телефону, либо также прийти в опорный пункт, рассказать, поделиться, и он уже примет решение. Примет меры. Да, либо это будет... Дмитрий Алексеевич, прошу прощения, не подсказывает, есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, мы вас слушаем. Людмила. Скажите, пожалуйста, у нас такая ситуация, мы очень не понимаем, как от себя вести, куда обратиться. У нас недавно был родственник, и когда мы собирали его вещи, то обнаружили у него патроны в большом количестве. Мы не знаем, откуда они выйдет, никто из людей тоже не в курсе, и теперь мы не понимаем, что с ними дальше делать. Мы можем просто выбрать, и есть какие-то специальные правила, которые нужно идти, давать, ну, как нам что-то делать. Людмила, здравствуйте. Выкидывать ни в коем случае не надо, тем более у нас существует госпрограмма. Вы можете обратиться в любой ближайший отдел полиции, сдать, и даже за это получить деньги. Даже так? Да, если интересует сумма, ну, я, естественно, всех помнить не могу, поэтому можно обратиться на сайт МВД, и там будет сумма. А также к ближайшему сотруднику полиции. То есть к участковому, опять же? К тому же самому участковому, да, и мы изымем эти патроны. Не обязательно касается патронов, это оружие, взрывчатых, боеприпасов. Мы отреагируем и все это изымем. Самое главное, что людям нужно четко понимать, что ничего плохого не будет, наоборот, будет хорошо. Здесь противозаконного ничего нету. Противозаконного ничего нету, да. Потому что люди ведь побаиваются, на самом деле. Вот мы начали говорить о новых технологиях и преступности, и в связи с этим не могу не коснуться темы мошенничества, потому что мошенничество сейчас – это как раз новые технологии, это телефонное мошенничество, это интернет-мошенничество. Вот что сделано в 2022 году? К сожалению, в настоящий момент IT-технологии движутся вперед, и в связи с этим растет и киберпреступление. Ну, где-то приблизительно, чтобы понимать, они где-то занимают порядка 60-100% от общего количества преступлений. Огромный процент. Да, процент большой. Дело в том, что в этот процесс попадают любые категории граждан. От этого не застрахован никто. В том числе высокообразованные люди? Да, это банкир может быть, это может быть сотрудник правоохранительной органы, ИФСИНа там, то есть любой организации. То есть здесь не связано с социальным статусом человека. Дело в том, что мошенники, они периодически переклифицируются на определенное это, но в большинстве случаев мы сами становимся заложниками данного вида преступления. Мы на какие-то моменты просто доверяемся людям и не соблюдаем определенные правила. Ну, во-первых, допустим, если взять первый, один из самых распространенных видов мошенничества, это так называемый звонок из банка. У него тоже поступали? Да. На самом деле банки никогда не звонят. Даже если сотрудник банка набирает для каких-то там раскрученных дополнительных пакетов, он никогда не спрашивает номер карты, никогда не спрашивает установочные данные клиента, потому что это у него все есть. В этом случае вообще вот просто такой самый лучший совет. Вот поступил звонок от банка, у каждого на карте есть номер горячей линии этого банка. Перезвоните лучше. То есть повесьте трубку и перезвоните? Да, повесьте трубку, успокойтесь, подумайте, даже какую бы вам информацию не доводили. Как правило, преступники пользуются. У вас деньги ушли на другой счет, либо у вас какая-то проходит неправильная операция. Не спешите делать какие-то выводы и срочно сообщать какие-то свои данные или данные своих близких родственников. Успокойтесь, бросите звонок, наберите горячую линию. Как я иногда говорю, 10 раз вдохните и выдохните. И подумайте. Приблизительно так, да. Самый такой вот класс незащищенности в данном виде преступления – это у нас пожилые граждане. Вот пожилые граждане, дело в том, что они были воспитаны в той среде доверия. И поэтому они остаются до сих пор более доверительными. Все-таки новое поколение, оно менее доверчивое. И вот они самые незащищенные. Ну и плюс ввиду своего возраста, то есть у них уже ослаблены какие-то мышлительные действия. Они менее реагируют на какую-то реакцию. Вот здесь мы должны позаботиться мы, именно родственники. Дефицит общения, кстати, наверное, одна из важнейших проблем. Дмитрий Алексеевич, а вот скажите, как эксперт, вот ваш совет, как с ними себя вести, что я имею в виду? А стоит ли смеяться над ними в процессе разговора? Есть такое выражение – троллить. Вот стоит ли пытаться троллить человека, который тебя пытается обмануть вот на другом конце провода? Я не советую, потому что ни к чему хорошего это не приведет. Ну, во-первых, вы не добьетесь никакого результата. То есть он прекрасно понимает, что он находится на другом конце провода. Вы ему никаких причинить ничего не сможете. Ну, соответственно, там в последнее время так используется IP-теллифония, очень зачастую так называемые подменные номера. И здесь есть риск попасть в список, что ваш номер будет высвечиваться у следующего обманутого человека. То есть они над вами так пошутят жестоко? В последствии, да. И к вам будут ездить постоянно правоохранительные органы, отрабатывать ваш номер телефона. Так что здесь лучше самый простой способ – просто прерывать разговор. То есть просто повесить трубку молча, не надо… Не надо, то есть не надо портить свое время, тратить. Не нужно портить себе настроение. Просто прекратить разговор и все. Еще одна важная тема – это незаконные мигранты. Вот что сейчас происходит? Как минимизировать незаконную миграцию? Вот что здесь? Ну, что говорить о миграции? Миграцию надо не минимизировать. Ее надо просто перевести в законную плоскость. Я двумя руками «за». Потому что… Ведь из-за чего мигранты живут незаконно? Не из-за того, что они этого хотят. Они просто не знают, как поступать в той или иной ситуации. Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич. Мне подсказывают, что я звону к студии. Вот давайте поговорим со зрителем и затем закончим этот вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Сергеевич. Детрий Александрович, вопрос. Вот, интересоватый, по-моему, через 5 лет. Здравствуйте. Еще раз, представьтесь, пожалуйста, не очень четко было у вас фамилию слышно. Как вас зовут? Или имя хотя бы? Да, вот мне я. Так. Хотел бы задать вопрос от Дмитрия Алексеевича по-дому. Я слушаю вас. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Я хочу, пожалуйста, в том числе автоматы, когда мы спросите, по-моему, у нас небольшая проблема такая есть. Проживаем вместе с дедушкой в Самаре по, так сказать, здоровому району, по интернетам в правах. И вот, я вас даже посмотрели в камеру и смотрели, и вот на на некоторых основном, в основном, в Галере, увидели, что приходили домой в посторонние дочки, и наш дедушку купил печь и чайник. Вот, хотели бы, вот, как-то новую беседу провести. Дедушка, что... А что не купил за 7 тысяч рублей? Хотел бы, кто беседу, дедушка поговорил, чтобы с одной полиции пишите, может, больше людей по форме, чем... Ясно. Я понял ваш вопрос. Сергей, а вы, как бы, если не пробовали обратиться к участковому полномоченному, здесь, в принципе, самый простой вариант, подойти к участковому полномоченному, он подойдет и вникнет в этот вопрос. Зачастую, вот, данная категория граждан, как раз, вот и попадает. Мы про что и говорим. Мошенничества у нас разные. У нас есть мошенничества контактные и бесконтактные. Это вот как раз мошенничества, относящие к контактным, где под видом газовой службы, под видом водопроводчиков, в виде распространения каких-то товаров, предлагают товары за повышенной ценой. И как раз вот попадает так категория, которая менее защищенная, доверчивая и наши граждане, это престарелые люди. Здесь может помочь непосредственно сам родственник, то есть попытаться дедушке там на видном месте повесить какие-то записки. О том, что дедушка не открывает дверь, не делает таких действий, таких действий. Ну а мы со своей стороны, вот я посмотрел, Мороза-Тараса-2, это железнодорожный район, я, к сожалению, жалко нет квартиры, а то я бы уже сегодня дал бы поручение, и мы бы пришли. А так нужно обратиться, зайти на сайт, вот я уже называл самара.63.мвд.рф, посмотрите, кто по данному адресу участковый, там есть номер телефона, позвоните, он прибудет, и данную проблему, я думаю, постараемся решить. Согласен. У нас осталось полтора минуты, вот прям кратко по незаконным мигрантам. И так вот вы сказали, что желательно их сделать законными. Да, в законную плоскость, просто они, приезжая на нашу территорию, как правило, пользуются услугами, так скажем, своих решал, да, и своих соотечественникам, которые предлагают зайти в нелегальную им бизнес, вводя их в заблуждение. Вот в этом случае мы сейчас в настоящий момент прорабатываем работу с диаспорами, чтобы диаспоры, вот при пресечении границ иностранного гражданина, начинали с ним работать и объясняли законность нахождения на территории Российской Федерации, как правильно подать документы, куда подать документы. И самое главное, разъяснять иностранным гражданам, что за это не взымаются никакие денежные платы, что не нужно, скажем, давать кому-то мзду, чтобы... Чтобы стать законным гражданином или работать на законах Есть определенные правила, которые должен соблюсти тот гражданин. Это наличие языка. И обращаться. Да. К сожалению, время программы подошло к концу. Большое спасибо за очень насыщенную и интересную беседу. Я надеюсь увидеть вас в студии еще не один раз, потому что на самом деле вопросов к вам очень много. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Урюпин, начальник управления МВД России по городу Самаре. Полковник полиции. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин